Добрый день! Сегодня мы здесь встречаемся благодаря программе Центра Специалист по проведению общедоступных бесплатных вебинаров. Это встреча с нашими выпускниками, с теми, кто собирается прийти к нам на курсы. Сразу хочу сказать, что информацию об этом можно найти вот здесь, в разделе бесплатных семинаров Центра Специалист. Назначение этих семинаров, главная их идея, дать некую дополнительную поддержку тем, кто уже обучался у нас, познакомить тех, кто собирается проходить обучение с преподавателями, некоторые дополнительные какие-то возможно знания дать, но в порядке скорее обзора. И вот именно такой обзор будет у нас сегодня. Сегодня у нас будет семинар, посвященный теме инструментария SEO-специалиста. Почему была выбрана такая тема? Потому что наш курс, который у нас называется интернет-маркетинг, продвижение и поисковая оптимизация сайта, он требует от слушателей, от тех, кто проходит у нас курсы, некой, но предварительной подготовки, хотя и незначительной. Но в частности, во время курса мы разбираем ряд инструментов, SEO-инструментов, которые желательно, если у слушателей есть такая возможность, зарегистрировать заблаговременно. И таким образом сегодня я коснусь темы, скорее больше такого расширенного перечня, какие инструменты мы рассматриваем на курсе и какие в целом вообще инструменты желательно использовать или попытаться познакомиться с ними. И особенно, если у вас есть планы пройти наш курс по SEO-оптимизации, я сделаю акцент на двух-трех особенно важных инструментах. Я о них расскажу подробнее отдельно. Немного в качестве вступительной речи скажу о себе, потому что слушатели на вебинаре, возможно, они находятся в разных частях нашей страны, а может даже и не нашей страны. Мы, может быть, еще не встречались, поэтому представлюсь. Меня зовут Яков Михайлович, в нашем центре специалист. Я уже преподаю 4 года. Имею целый ряд статусов и сертификации, о которых можно посмотреть на сайте самого специалиста. Я работал в основном в разных компаниях в сфере именно интернет-маркетинга. И вот спустя какое-то количество времени организовал свой небольшой бизнес. И, соответственно, здесь в центре специалисты являюсь приглашенным специалистом, индивидуальным предпринимателем. И преподаю порядка 8-9 курсов, помимо того, что я еще делаю как, собственно, коммерческий директор своего диджитал-агентства небольшого. И, в частности, курс я веду также давно, также 4 года в центре специалист. С программой наших курсов можно познакомиться здесь же, на странице преподавателя. В частности, курс по оптимизации будет 5 сентября начнется, ближайший. Там, правда, очень ограничено количество мест, но он идет достаточно часто у нас. Он будет еще 26 и так далее. Итак, возвращусь к нашей теме. Тема у нас, повторюсь, инструментарий SEO-специалиста. Особенно акцент я сделаю на том, с чем я бы рекомендовал познакомиться заблаговременно, до прохождения курса. Ну и тем более, если вы уже работаете. Многие из этих инструментов являются стандартом, стандартом де-факто, но, возможно, для кого-то что-то будет дополнительно интересно. Те, кто проходили у нас этот курс, возможно, для них большинство из этих инструментов будет хорошо известно, но, опять же, возможно, что-то будет новенькое. Итак, хотелось бы сказать по поводу вопросов, поскольку подключилось достаточно много сейчас у нас слушателей. Я хотел бы попросить, чтобы вопросы задавались в чат. Я на них буду прерываться, стараться отвечать прямо по ходу своего рассказа, но что-то, может быть, оставлю на завершение, потому как, ну, может быть, они будут, допустим, не совсем в конве повествования. Итак. Начнем мы с перечня наиболее общего. Перейдем к частному. Я хотел бы сказать о, в первую очередь, конечно же, наиболее важных сервисах SEO-шных, которые необходимы любому SEO-специалисту в ситуации, когда он продвигает свой сайт под Яндекс или Гугл. Это сервисы от самого Яндекса и Гугла. И регистрация сайта в этих сервисах является обязательной, наверное, для любого вебмастера. Мы это делаем в том числе и на курсе, но если возможно сделать это заблаговременно, например, то это будет особенно хорошо. Это сервисы под названием Яндекс.Вебмастер. Параллельно я буду, соответственно, эти сервисы открывать. И это сервис Google Центр Вебмастеров. Называется он Search Console по-английски. О нем я расскажу немножко отдельно. Итак, сервис Яндекс.Вебмастера не так давно обновился. Расскажу о том, для чего он предназначен, какие у него главные задачи. Этот сервис создается непосредственно командой поддержки вебмастеров самого Яндекса. И главная цель этого инструмента – это дать возможность владельцу сайта каким-то образом коммуницировать с поисковой системой, коммуницировать в смысле получать от нее информацию о том, что хорошо, что плохо с его сайтом с точки зрения поисковой машины. И, в свою очередь, в обратную сторону от вебмастера к поисковой системе есть возможность обращаться с запросами, есть возможность запрашивать и выгружать статистику по ряду параметров и так далее. Сразу хочу сказать, подробно мы сам инструмент рассматривать не будем, я лишь кратко расскажу о том, как с ним на старте необходимо взаимодействовать. И для того, чтобы у вас была возможность уже через какое-то время, обычно, на то, чтобы в этом инструменте начали собираться данные, требуется сутки, двое, трое, то есть какие-то интервалы времени требуются для того, чтобы накопились хотя бы первичные данные. Поэтому я расскажу о том, как в первую очередь начать с ним работать. Для того, чтобы взаимодействовать, зарегистрироваться в этом сервисе, достаточно иметь какой-то логин и пароль. Лучше всего, если это будет ваш какой-нибудь основной логин и пароль, максимально официальный, подтвержденный. Чем больше, тем лучше. Я сейчас авторизуюсь в нем и покажу в свою очередь, как этот новый интерфейс выглядит с одной стороны. Здесь у меня некий тестовый аккаунт, здесь у меня немного ресурсов. Тем не менее, я покажу на их примере, что именно хотя бы можно сделать и как взаимодействовать с этим ресурсом. Если у вас еще нет сайта, вам достаточно авторизоваться, как вы только что видели, как я это только что сделал. После чего вы можете добавить адрес какого-либо ресурса, который вы собираетесь зарегистрировать. После чего вам система предложит подтвердить права на сам сайт. Подтвердить права необходимо для чего? Для того, чтобы, естественно, доступ к информации о сайту мог иметь только его владелец. В противном случае, если бы это мог сделать любой желающий, то, сами понимаете, данные по статистике сайта или по хотя бы ключевым запросам могли бы стать достоянием третьих лиц. Это неправильно, поэтому в обязательном порядке нужно для того, чтобы успешно зарегистрировать здесь сайт, пройти процедуру подтверждения прав. Процедура подтверждения прав выглядит следующим образом. Это три различных способа. Один из них с помощью размещения метатега на главной странице вашего сайта. Второй из них – это добавление HTML-файла в кордевую директорию вашего сервера. Ну и третье – это внесение изменений в DNS-записи на DNS-сервере, на котором обслуживается ваш домен. Наиболее простым, я бы даже сказал, самым, наверное, простым из этих способов является размещение HTML-файла. Для этого достаточно просто скачать уже готовый файл, он уже подготавливается автоматически самим вебмастером. Здесь есть ссылочка на его загрузку. Нет необходимости даже его создавать самостоятельно, хотя вы, в общем-то, можете это сделать. Для этого достаточно создать файл HTML в корневой директории с таким именем и добавить внутрь этого файла вот такое содержимое. Повторюсь, скачать проще, он уже готовый, этот файл достаточно просто авторизоваться на вашем хостинге. в зависимости от того, как вы работаете с вашим хостингом. Здесь, опять же, есть любые возможные варианты. Вы можете зайти в панель управления вашим хостингом. Это также наиболее, наверное, простой способ. Обычно в любой панели управления хостингом есть что-то вроде файлового менеджера, через который можно загрузить на сервер какие-то данные. достаточно будет выбрать этот файл из папки сохраненные и загрузить его в корневую директорию. Это та директория, где находится ваш файл, индекс PHP или HTML, ваша главная страница. и все, после чего вы, спустя, возможно, какое-то время можете отсюда же проверить, открывается этот файл или нет. Если он открывается успешно, значит, вы все сделали правильно, после чего остается только, возможно, некоторое время подождать, для того, чтобы убедиться, что данные начали собираться. Здесь же есть возможность с помощью кнопочки проверить, убедиться, что этот файл стал доступен для робота-вебмастера, о чем он вам и сообщил. Метатэк несколько, как мне кажется, более сложный метод. Он позволяет выполнить все то же самое, только придется зайти в вашу Content Management System в CMS, открыть на редактирование главную страницу и добавить в нее метатэк, метанейм Яндекс.Верификация с содержимым контента, которое здесь показано. В зависимости от того, что для вас удобнее, выбирайте первый вариант, второй вариант. Ну а DNS-запись, она уже требует доступа, опять же, к DNS-редактору, в зависимости от того, у какого провайдера обслуживается ваш домен. Это может быть ваш регистратор, это может быть ваш хостинг, это может быть какой-то внешний DNS-сервис, включая Яндекс.ДНС, например, и так далее. Здесь уже необходимо просто зайти в этот DNS-редактор и добавить туда запись формата TXT, присвоить которой необходимо вот такое вот строковое значение. Вот, в общем-то, и все. После того, как это будет выполнено, вы сможете выбирать в списке доступных сайтов тот, который вы добавили, и отсюда их всегда можно удалить. Если по ним появились какие-то значения по количеству загруженных страниц, страниц в поиске, значит, все хорошо. Вероятно, сайт, права добавлены корректно, сайт полностью доступен и так далее. В панели конкретного сайта есть отдельная вкладка с правами доступа. Вы можете здесь всегда проверить, кому доступы к просмотру данных вебмастера выданы, нет ли здесь ненужных для вас пользователей. И, с другой стороны, наоборот, если вдруг у вас появится необходимость добавить права, допустим, какому-то фрилансеру или агентству, или какому-то внешнему, какому-то подрядчику, вы всегда можете здесь добавить права на другой аккаунт, под которым будут заходить ваши подрядчики. Они тоже смогут получать всю информацию с этого сервиса. Сам по себе сервис предоставляет очень большое количество данных о сайте с точки зрения поисковой машины. Здесь могут быть и возможные проблемы какие-то, и рекомендации. Здесь можно будет просмотреть информацию о нарушениях на сайте. Также здесь доступна статистика по поисковым запросам для вашего сайта. Отдельно здесь есть набор инструментов для проверки страниц сайта. Есть возможность управлять быстрыми ссылками, подтверждать права на оригинальные тексты, работать в IML-фидами для тех, кто выгружает свои товары на маркет Яндекса, например, и многие другие возможности, спектр инструментов технических целый для проверки robots.txt и сайтмап, xml и так далее. Подробно функционал этого сервиса мы будем рассматривать непосредственно на курсе. Тем не менее, что касается добавления туда своего сайта, я, в общем-то, раскрыл и больше здесь никаких подводных камней, как правило, нет. Поэтому рекомендую всем, кто планирует, соответственно, попасть на курс SEO, сделать это заранее. У Google сервис Search Console называется. Адрес у него аналогичный. Это google.com slash webmasters. После того, как вы попадете на него, вам также будет предложено войти или переключиться в Search Console. Это англоязычное название нового этого сервиса. По-русски он по-прежнему чаще всего называется ГЦВ или Google Центр вебмастеров. Здесь спектр функциональных возможностей его очень похож на то, что предлагает вебмастер, но вместе с тем, конечно, есть определенные особенности, но и главное, что этот сервис, он необходим вебмастеру для продвижения именно под Google. Соответственно, если Яндекс.Вебмастер позволяет получить информацию и статистику о ходе продвижения под Яндекс, то этот, соответственно, помогает мониторить ситуацию с вашим сайтом с точки зрения поисковой машины Google. На этих двух сервисах я бы рекомендовал остановиться особо. Способы добавления сайта в Google Центре вебмастеров похожи на Яндекс, поэтому я на них останавливаться не буду. И это два из категорий must-have, обязательных для применения сервисов, с которыми SEO-специалисту, конечно же, стоит познакомиться одними из первых. Теперь, переключусь дальше на другие сервисы. Сразу хочу сказать, что аналогичные сервисы есть и у Mail, например, как еще одного игрока поискового в Рунете, и тем, что я бы тоже, наверное, рекомендовал сделать. Это уже не является у нас обязательным. Но сейчас я попробую по памяти вспомнить его адрес. Да, у Mail его адрес вебмастер.mail.ru. Соответственно, здесь необходимо зарегистрироваться точно так же, как это требует и Яндекс, и Гугл. И в итоге вы охватите три наиболее важных поисковых системы для Рунета, и этого будет вполне достаточно. Соответственно, какие еще инструментарии хотелось бы порекомендовать и на чем хотелось бы остановиться. В первую очередь, это сервисы. Сервисы сторонние. Мы не сторонники рекламы каких-то сервисов, но тем не менее, просто из категории перечисления, просто перечислю без погружения в детали, наиболее, скажем так, часто используемые все специалистами сервисы. К ним относятся такие продукты, как X-Tool. Мы на курсе разбираем отчеты этого сервиса, для того, чтобы рассмотреть и значение траста отдельно, и другие отчеты, которые в этом сервисе доступны. Как и большинство сервисов в интернете, касающихся SEO-продвижения, они, как правило, имеют какую-то бесплатную функциональность, и, естественно, что какие-то определенные функции предоставляются только после какой-то оплаты. Поэтому мы рассматриваем бесплатные его возможности. Там есть, конечно, ограничения определенные по сравнению с платной версией, но для знакомства с этими инструментами, для того, чтобы понять, насколько он интересен владельцу сайта, этого вполне достаточно. Помимо... Попробую сейчас показать кратко, если получится, конечно. Отчет. Как вы видите, сокращенные данные, потому что полные данные только после авторизации доступны. Да, только я не вижу при этом сейчас... не получилось продемонстрировать, требуется авторизация, но сразу же перейду ко второму сервису из той же категории, во многом в чем-то похожей. это SEO-билдер. По старому... сейчас... ага... это аналогичная программа, но онлайн-сервис, который я хотел показать, это sbub только не ru, а .com. Старое его название тоже было SEO-билдер. Здесь, как и в Xtool, можно за... бесплатно получить какую-то часть информации по сайту, причем достаточно подробную, интересную и объемную, включая тот же анализ трастовости, анализ других показателей. Вы можете сами попробовать поработать с ним. Здесь много очень интересных отчетов о вашем сайте, вам будут доступны. и они относятся, эти сервисы, к категории SaaS, то есть это Software as a Service, то есть это некие онлайн-приложения, по сути дела, которые, анализируя ваш сайт, выдают по нему определенную статистическую информацию с точки зрения SEO. на чем еще бы хотелось остановиться. На сайте, который можно тоже назвать одним из наиболее заметных в рунетовском SEO. Называется он Linkpack, Ранее он назывался Solomon, довольно давно его переименовали, и интересный он для нас тем, что в этой организации имеют собственные сервера, которые индексируют ссылочную массу рунета в первую очередь, благодаря чему мы можем анализировать бэклинки, обратные ссылки на наш сайт, но и не только на наш сайт, на сайты конкурентов, на сайты других ресурсов нашей нужной нам тематики, и опять же предоставляет он эту информацию бесплатно, возьму какой-нибудь опять же известный ресурс, здесь будет очень много данных по объему ссылочной массы, по динамике ее изменения по всем месяцам, характеристики будут первых пяти URL-адресов в бесплатной версии, некоторые другие данные по донорам, по анкорам, по исходящим анкорам, по показателям MyGuda, это некий внутренний показатель качества источников ссылок и так далее. Вот эти три сервиса я бы назвал скажем так одними из часто используемых сервисов из категории условно бесплатных в так называемых магазинах браузеров они есть и у Firefox, они есть и у Chrome, я сейчас нахожусь в браузере Chrome, поэтому покажу на примере его есть так называемые расширения или плагины, как их сокращенно называют, и соответственно очень большой список различных плагинов именно SEO-тематики используются внутри браузеров, реализуя определенные какие-то как правило анализаторские функции при просмотре каких-либо сайтов. Мы на курсе обязательно рассматриваем несколько таких плагинов, их можно найти соответственно в интернет-магазине Chrome по ключевому слову например SEO здесь будет довольно большой спектр различных плагинов и мы из них конечно некоторые обязательно рассмотрим. Аналогично как я уже сказал такой же список можно найти и в Firefox как одно из популярных браузеров. У LinkPad который как я уже сказал в первую очередь акцентирует свое внимание на Рунете есть и западные альтернативы к ним относятся Majestic например Refs они работают не только с западной частью интернета но и с российскими сайтами тоже но имеют англоязычный интерфейс что удобно не всем хотя вот я вижу что есть возможность переключаться в русскоязычную версию Ахаревс и соответственно некоторые другие можно еще к ним добавить ранее был очень популярный сервис но сейчас насколько я знаю да он уже закончил свое существование к сожалению сейчас попробую его найти в поиске нет все уже нету с нами этого сервиса был очень интересный есть целый спектр сервисов которые мониторят позволяют мониторить апдейты поисковых машин их очень часто используют SEOшники к ним относятся сервис от Ашманов и партнера например где можно найти информацию по соответственно качеству выдачи например они регулярно мониторят результаты работы поисковых машин также они показывают доли рынка и в том числе показатели скорости индексации поисковыми машинами контента апдейты как я уже сказал с календарем изменений которые происходят в поисковых машинах и так далее вот этот сервис аналайз тис в целом вообще полностью посвящен различным аспектам SEO-анализа поэтому его бы можно было конечно рекомендовать в обязательном порядке аспектам аспектам у многих сервисов которые я перечислил возможности очень богатые но вот проверка траста доноров например ресурсов которые ссылаются на ваш ресурс к сожалению доступно далеко не во всех и поэтому есть отдельный сервис на который я бы также рекомендовал обратить внимание это сервис который позволяет именно проверять качество сайтов причем проверить можно как свой сайт естественно так и внешние какие-то ресурсы очень и очень информативный ресурс практически не осталось сейчас настоящий момент десктопных приложений на которых можно было бы ссылаться на которых можно было остановиться поэтому в большинстве случаев все перекочевало в интернет и стало онлайн сервисами один из десктопных скажем так ПО я бы выделил такое скриминг рок работает что очень интересно и под Windows и под Mac есть версия подобия платформы представляет из себя эмулятор поисковой машины ну тут в общем сейчас будет реклама и позволяет посмотреть на ваш сайт с позиции того как он видится поисковым роботом довольно объемный спектр анализа каждая страница не остается пропущенной массой информации и при этом бесплатный сервис что вообще совсем замечательно хотя конечно как всегда есть и платная версия которая расширяет его функциональные возможности но среди повторюсь десктопных приложений ну наверное это один из наиболее интересных одно из наиболее интересных немного скажу о проверке позиций о поведении и анализе статистики позиций по сайту конечно же каждый SEO специалист следит за результатами своих успехов он обязательно мониторит как влияет его работа на текущие позиции сайта и чтобы это делать профессионально сейчас в Рунете есть один из очень популярных сервисов сервисов он Тапвизор многие его используют он не является конечно же единственным есть и другие сервисы просто я бы наверное хотел бы в первую очередь обратить внимание на него для того чтобы вы могли ну возможно посмотреть на его демо версию поскольку здесь есть возможность попробовать бесплатно и скажем так понять как по идее должен выглядеть хороший анализатор позиции поскольку действительно у этого ресурса механизм анализа продуман очень хорошо позволяет анализировать что важно не только ваш ресурс и изменение позиций ваших страниц по запросам но также параллельно позволяет анализировать и позиции и продвиженческие активности ваших конкурентов ближайших что дает вам возможность понимать отстаете вы от них или опережаете в каком вы положении относительно конкурентов что очень и очень важно мы охватили практически весь основной спектр ПО мы я рассказал о сервисах самих поисковых машин о сервисах по общему SEO анализу таких как XTool например и так далее мы также или SBAP тот же повторюсь это не единственные примеры таких ресурсов но тем не менее это наиболее одни из заметных мы поговорили о сервисах которые позволяют анализировать и собирать статистику по бэклинкам по обратным ссылкам на сайты и анализировать их качество дополнительно их также немало также есть сервисы которые анализируют качество поисковой выдачи самих поисковых машин мониторят их апдейты и так далее об этом я тоже вам рассказал есть блок ресурсов которые позволяют проверять степень качества доверия к ресурсам что немаловажно особенно тогда когда вы принимаете решение о сотрудничестве с ними по получению ссылочной массы например и кратко я остановился на десктопных приложениях которых осталось не так много и напоследок привел пример вам ресурса который наиболее интересен возможно с точки зрения мониторинга результатов работы SEO это результаты работы выраженной в позициях но дополнительно необходимо еще не забыть о том что сейчас большинство активности SEO специалистов они выражаются не в том что сайт получает просто какие-то высокие позиции а в том чтобы обеспечивать сайт качественным и конверсионным трафиком и вот уже показатели качества и степени конверсионности трафика они мониторятся естественно с помощью инструментов аналитики соответственно Google и у Яндекса есть свои сервисы в этой сфере думаю что вы их знаете я только перечислил их это метрика Яндекса где вы можете просматривать соответственно статистику по вашим ресурсам по анализировать показатели качества степени соответственно конверсионности того трафика который вы приводите источники трафика которые обеспечивают вам наибольшую конверсию мы говорим о поиске сейчас ну и соответственно у Google есть аналогичный сервис это Google Analytics который соответственно удобно интегрировать особенно с контекстными рекламными компаниями AdWords метрику естественно удобно интегрировать с Директом с Яндекс Директом ну а для SEOшника это невозможно недооценить их это главный источник информации о том насколько качественный в результате своих действий SEO специалиста трафик он приводит на сайт хотя эти сервисы напрямую не относятся как таковые к именно SEO сервисам но они позволяют мониторить в настоящий момент результаты работы любого интернет-маркетолога и контекстника и SEOшника и контент-райтера и СММщика ну и так далее они будут дальше всех перечислять поэтому о них забыть не хотелось бы но тем не менее вот такой вот обзор возможно он конечно не полный кто-то захочет может быть какие-то другие сервисы предложить я знаю что их много на рынке но мне хотелось бы в первую очередь затронуть сервисы из разных категорий что я в общем-то и сделал мы перечислили практически все основные категории ПО сервисов которые используются SEO-специалистами и знакомство с которыми хотя бы общее было бы всегда полезно даже на старте для любого SEO-специалиста на этом я бы хотел сейчас собственно свою повествовательную часть завершить и оставить время для вопросов возможно каких-то дополнений если кому-то будут они необходимы готов соответственно выслушать их возьму тайм-аут буквально на одну-две минуты две минуты когда соберется соответственно список вопросов я на них отвечу Наталья предлагает кинуть ссылки в чат список ссылок будет очень большой я скорее надеюсь на другое наш вебинар записывается и уже через некоторое время его снова выложат на нашем сайте все вебинары проходящие проходившие или проходящие у нас вы можете легко найти на сайте специалистов в разделе видео открыв соответственно Васина Якова Михайловича все вебинары которые я проводил раньше они здесь выкладываются и этот не исключение он будет в ближайшее время там доступен и Вы сможете уже спокойно и подробно весь этот перечень инструментов рассмотреть повторно есть от Игоря предложение не могли бы Вы описать в двух словах что нужно делать с HTML тегом сайта куда вписывать ключевые слова и какие что наиболее важно для поисковых машин H1 H6 или содержание страницы это довольно большая тема она конечно затрагивает массу аспектов это и контент это и HTML структура страницы естественно имеет значение и то и другое и у нас на курсе примерно около 4 часов мы наверное тратим на то чтобы просто разобрать те основные факторы которые имеют сейчас влияние поэтому я не смогу в столь сжатое время их перечислить но могу сказать что конечно значение контента сейчас оно стало значительно выше все меньше значение имеют какие-то формальные факторы вроде того где и как прописаны ключевые слова все больше имеет значение именно качество контента его степень уникальности там адекватности тематики и так далее но тем не менее это это вещь уже довольно трудно описывается опять же в сжатом виде а вот если сказать про хтмл теги то конечно на заголовке которые были перечислены это h это 1 и 2 ну в общем-то выше второго наверное сильного значения они не имеют но первый и второй заголовок по-прежнему играют довольно заметную роль они хорошо показывают и позволяют структурировать текст поэтому несомненно о них забывать нельзя а вот про ключевые слова сейчас их вписывать уже некуда поэтому фактически нужно просто создавать контент страницы такой чтобы он по тематике довольно точно попадал в нужную в нужный спектр ключевых запросов я бы так сказал подробно как и какими инструментами это померить как сделать так и как их померить получилось ли у вас мы как раз на курсе разбираем но повторюсь это очень широкая тема контент хтмл структура структура логическая вот эти три темы кратко не пробежуешь стани что важнее для поисковых систем соответствие контента тематики сайта и правильное его оформление или количество посещений иными словами если сделать кривой некачественный сайт какими-то методами даже нечестными сделать его достаточно посещаемым по-другому говоря посещаемость важнее ли содержимого очень трудно себе представить ситуацию когда сайт абсолютно кривой косой и при этом обладает хорошей посещаемостью это будет скорее не посещаемость а нагон нагон трафика который будет совершенно неконверсионным абсолютно безотказным как правило скорее всего поэтому в данном случае эти старания очевидно скорее всего будут бесполезны то есть нагнать какой-то непонятный условный трафик на кривой косой сайт на котором никому ничего не интересно и не нужно это однозначно приведет к огромному проценту отказов то есть этот трафик будет абсолютно бесполезный неконверсионный поисковая машина тоже естественно старается сейчас оценивать не просто объем заходов на данный сайт но еще и их качественные качественные показатели и таким образом вряд ли такая стратегия повлияет положительно на динамику SEO продвижения отсюда вывод качества трафика играет очень важную роль но невозможно получить показатели качества трафика при условии если у вас колевой косой сайт таким образом то о чем давно говорили все поисковые сервисы делайте качественный сайт и соответственно к вам потянется не только люди но и поисковые машины это действительно так потому что эти параметры они находятся во взаимосвязи если на сайте действительно представлен качественный контент который интересен аудитории при этом ну или сервис предоставляется какой-то интересный то посетители приходящие на такой сайт будут на нем задерживаться просматривать больше страниц взаимодействовать с какими-то элементами конверсионными этого сайта все это в совокупности выльется в какие-то показатели качества трафика и это не останется незамеченным поисковой машиной но при определенных условиях конечно и тогда позитивное влияние конечно же не заставит себя ждать потому что поисковая машина сейчас очень во всяком случае она так устроена она очень внимательно следит за тем что пользуется спросом потому что поисковые сервисы стараются не отставать от реалий спроса в интернете и предлагают в первую очередь те ресурсы и страницы в результатах поиска которые объективно интересуют аудиторию качественный трафик это понятие довольно статичное оно уже давно известно у трафика есть набор как правило всегда качественных метрик это метрики глубина просмотра это время на сайте это соответственно там количество конверсионных действий это процент отказов по совокупности этих факторов мы можем сказать этот трафик качественный этот менее а этот нет это все как раз таки меряется легко с помощью тех сервисов о которых я упомянул это гугл аналитикс яндекс метрика их главная задача как раз именно дать возможность специалисту вебмастеру оценить достаточного река что приходит трафик вопрос для дипломной программы что обычно берут слушатели в качестве демодиплома конечно каждый выбирает что-то свое но чаще всего поскольку дипломная программа охватывает такой широкий спектр интернет маркетинговых курсов то в большинстве случаев но это создание своего собственного блога или какого-то там промо-сайта небольшого с его первичной какой-то раскруткой включая там размещение в рекламных каналах сбор статистики по его активности ну и соответственно там какие-то определенные мероприятия по SEO оптимизации ну то есть захватывая все те курсы которые соответственно в перечень входят можно и пойти по другому пути конечно взять какую-то более узкую тематику но только расшить раскрыть ее более полно опять же там например остановиться на вопросах предположим анализа статистики лендингов например положим опять же взять какой-то некий образец ресурса и связанные с его особенностями специфику какую-то рассмотреть и подробно на ней сконцентрироваться ну вот примерно вот такие варианты да Мария конечно без проблем спасибо за вопрос вопрос такой можно ли рассказать что именно изучается на курсах у нас в целом конечно информацию можно получить и непосредственно на странице сайта но вот например могу уделить время курсу SEO в целом это один полноценный курс длительность которого три полных учебных дня ну или соответственно шесть вечеров если это вечерние занятия и рассматривается в нем в общем-то все что необходимо для деятельности SEO специалиста естественно с учетом того что хорошим специалистом можно стать только уже собрав хороший опыт то есть придется естественно попрактиковаться полгода год дело в том что SEO это область деятельности не быстрая в большинстве случаев результаты получить за день два-три вообще никакие невозможно но кроме негативных наверное поэтому мы рассматриваем максимально возможную практику насколько она возможна опять же в рамках трех дней но даем достаточно объемный спектр знаний которых в целом для старта вполне достаточно все зависит конечно от того насколько человек их усваивает и темы затрагиваются все необходимые это что такое продвижение базовые какие-то аспекты это мы рассматриваем подробно принципы современные принципы работы поисковых машин касаемся некоторых технических аспектов таких как заголовки сервера что тп протокол который тоже понимание которого очень полезно все ошнику говорим о внутренней оптимизации это оптимизация касающейся контента структуры HTML кода и собственно структуры самого самих страниц ну и обязательно конечно затрагиваем тему внешнего продвижения в связи с последними изменениями которые произошли в поисковых системах особенно в Рунете это способы получения ссылочной массы главные проблемы методы какие-то риски связанные с этой деятельностью ну и также даем обзор инструментария помимо инструментов Яндекс Вебмастера и Google Центр Вебмастеров мы используем другие инструменты Сайтмап Робот СТ Некоторые из тех инструментов о которых я сегодня рассказал ну и достаточно обзорно но затрагиваем способы мониторинга результатов работы SEO специалиста это собственно интерпретация как раз отчетов Яндекс того же метрики и Google аналитики при этом у этого курса есть подготовка требуемая это такой курс в целом он очень короткий но при этом достаточно насыщенный он предназначен для тех слушателей кто не очень то знаком с интернет технологиями он так и называется соответственно интернет технологии базовый курс для маркетологов то есть он ориентирован на аудиторию кто скорее маркетолог нежели чем технический специалист в области интернета здесь достаточно опять же сжато но дается только то что необходимо будет на курсе SEO все базовые знания это основы построения сайтов это базовые принципы HTML CSS это обязательно мы рассматриваем HTTP протокол что тоже очень помогает людям на SEO курсе уже непосредственно говорим о доменах о способах управления ими немножко затрагиваем вопросы работы с хостингом выбор хостинга говорим о том как соответственно можно взаимодействовать с настройками хостинга имеется ввиду как можно управлять например базовыми вещами у сервера Apache и других ну и некоторые другие моменты еще затрагиваем так что во всяком случае могу сказать точно что если вы просмотрев вот этот перечень вопросов не чувствуете себя более-менее уверенным в них то я бы конечно рекомендовал этот курс в обязательном порядке поскольку в курсе SEO мы уже останавливаемся на них только лишь обзорно предполагая что эти знания уже у слушателей есть базовые и кроме того к вопросу что нужно иметь я уже сказал Яндекс вебмастер и Google центр вебмастеров это в идеале когда у вас уже есть свой сайт и он добавлен в эти два сервиса в целом это можно сделать и прямо на курсе я имею ввиду во время прохождения курса но желательно чтобы там к последнему дню к последним дням занятий вы уже накопили какую-то статистику в этих сервисах я имею ввиду Яндекс вебмастер и Google центр вебмастеров тогда как правило польза от занятия она выше потому что получается что все лабораторные работы мы проходим на примере сайтов самих слушателей то есть я имею ввиду каждый работает все лабораторные проводят над своим сайтом и в результате получается что пусть и в сжатый срок в три дня но во всяком случае за эти дни у слушателя появляется хоть какая-то возможность фактически поанализировать свой сайт найти на нем какие-то ошибки выявить какие-то явные даже проблемы задать вопросы преподавателю на практике то есть вот у меня то-то 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 допустим и это помогает разобраться в анализе хотя бы собственного сайта что уже приносит какие-то плоды потом когда уже человек начинает применять полученные знания и соответственно оптимизировать свой сайт уже в полном объеме да Мария у нас практически по всем курсам есть вариант обучения вебинар вебинар отличается тем что пользователь естественно не присутствует в аудитории вот здесь можно найти подробную информацию чем отличается вебинар от других видов обучения у вебинара как правило несколько иная стоимость вы можете ее также найти под каждым курсом повторюсь проще всего курс по интернет маркетингу поскольку практически все их веду я найти просто найдя меня соответственно на сайте специалиста и здесь вы сможете переключаться на них потому что искать их просто по сайту нужно часто знать как они называются проще всего заглянуть ко мне принципиально у слушателя вебинара конечно скажем меньше возможностей по коммуникациям во первых с коллегами обсудить не так получается что-то как это получается у тех кто присутствует в аудитории но с другой стороны слушатель вебинара также видит все то что видят слушатели в аудитории то есть ему доступен экран он слышит преподавателя и также может задавать вопросы как голосом так и чатом ну вот собственно наверное все отличия ну и в завершение коллеги кто еще меня слышит хотелось бы немножко продолжая вопрос Марии рассказать о курсе например по аналитике у нас сейчас вышло продолжение у нас есть базовый курс это Google Analytics профессиональный анализ сайтов он фактически является первым в цепочке курсов по аналитике есть продолжение это Google Analytics расширенный если базовый курс он затрагивает в первую очередь он затрагивает и Яндекс Метрику и Google Аналитику то есть там мы рассматриваем сначала базовые аспекты вообще анализа статистики сайтов затем подробно говорим о Google Аналитике и отдельно рассматриваем Яндекс Метрику то в продвинутом там уже мы касаемся только Google Аналитики потому что функциональных возможностей у этого инструмента значительно больше но он повторюсь интересен тем уже кто довольно либо давно работает с анализом статистики либо уже проходил курс базовый вот а практически всем интернет маркетологам я бы рекомендовал в настоящий момент обязательно научиться работать с данными поскольку очень и очень практически не осталось никаких сфер в интернет маркетинге где бы результат работы маркетолога не оценивался по качественным по количественным показателям трафика который он приводит на сайт даже в той же области SEO как таковые позиции сейчас уступают место все-таки эффективному трафику я имею ввиду как результат как оценка результата работы SEO специалиста поэтому соответственно я бы мог еще посоветовать обратить внимание на вот эти два курса у них у курса SEO практически требование одно это более-менее умение поддержка и опыт поддержки сайта и наличие своего сайта который можно было бы соответственно добавить в Google Analytics и Яндекс Метрику для того чтобы хоть какую-то первичную статистику начать собирать а уже дальше непосредственно в рамках наших занятий мы разбираем все настройки которые необходимо выполнить корректность проверка установки счетчиков все отчеты которые как правило необходимы для тех или иных цифровых стратегий в зависимости от типов ресурсов говорим об особенностях метрики и аналитики ну и так далее и тому подобное курс также трехдневный если говорить о полных учебных днях то и он насыщенный довольно-таки сделан он ну максимально полноценно в смысле затрагивать все необходимые аспекты для старта анализа данных в любой области в анализе SMM в анализе контекста в анализе SEO активности email маркетинга неважно то есть мы рассматриваем все необходимое ну а продвинутый как я уже сказал уже затрагивает более такие специфические и очень мощные возможности Google Analytics и на этом я бы хотел сегодня остановиться благодарю всех кто был с нами спасибо еще раз тем кто задавали вопросы ждем вас на других наших бесплатных семинарах приглашаем на курсы рад был сегодня быть с вами всем спасибо всего доброго до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok